В Астане некуда складировать трупы. Об этом в Сенате рассказала вице-министра внутренних дел Ерлик Кененбаев. Эта новость сразу же попала в разряд обсуждаемых в сети. Айгуль Жамалова уже в студии. Айгуль, расскажи подробности. Это действительно так? Ну так-то на так, Санди. Только многие не понимают, почему об этой проблеме стали говорить только сегодня. Ведь, к примеру, по словам Кененбаева, острая проблема стоит в районных центрах Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Североказахстанской, Актюбинской и Западноказахстанской областей. Не хватает и самих специалистов. То есть следователям приходится самостоятельно осматривать место происшествия. Если посмотреть даже в Астанинском филиале Центра судебной экспертизы, и в месяц туда поступает 130-150 трупов, при вместимости 10-15 трупов. О каком соответствии современным техническим, санитарным и эстетическим требованиям может быть и речь? Думаю, что комментарии здесь излишни. Айгуль, а что пишут пользователи по этому поводу? Ну, дефицит специалистов так не страшит, как количество поступающих трупов в месяц 150. Согласна, даже страшно подсчитывать, какая цифра получается за год. Что еще сегодня обсуждают в сети? ДТП с участием звезды казахстанского шоу-бизнеса. Речь идет о скрипачке Джамиле Серкибаевой, которая, по данным информационных сайтов, не справилась с управлением и врезалась в дерево. В обеденное время появилось видео с места происшествия. На нем видно, что машина съехала на улицу Тимирязева, где столкнулась с двумя автомобилями. А после авто Серкибаевой наехала на двух девушек. Одна госпитализирована с переломом ребра в одну из городских больниц, вторая получила ушибы мягких тканей тазобедренного сустава и затылочной части головы. В последнее время казахстанские звезды все чаще становятся участниками ДТП. А в чем причина? Она была трезва? Ну, по данным информлент, то все участники ДТП были в трезвом состоянии. Но вот еще одна интересная деталь. На сайте Тенгри Ньюс продюсер Серкибаева и Гульнара Жунусова утверждают, что сама управляла машиной, а Джамиля сидела рядом. По ее словам, авария произошла из-за электроники, которая не вовремя вышла из строя. Думаю, эта история будет иметь продолжение, и мы к ней обязательно еще вернемся. А что-нибудь поднимающее настроение есть сегодня? Есть, Санди. Для кого-то эта новость радостная, для меня очень даже забавная. На популярных сайтах, предоставляющих купоны на приобретение товара со скидкой, появилось заманчивое предложение специально к празднику Корбонайт. А именно, можно приобрести купоны за 500, 700 и 1000 тенге. Этим предложением уже воспользовались 65 человек. Однако, какие предприимчивые бизнесмены в Казахстане. Спасибо, Игули.